доброго времени суток кто зашел ко мне в гости после обеда я решила приготовить очередной новогодний стол часть продуктов уже приготовлены то есть они отварены раньше картошка яйца отваренные стоят это все пойдет на салаты на украшения стоят тосты с тостов будем делать торт начнем быстренько все с торта для торта использую тостовый хлеб сделаю гренки гренки смажу заварным кремом и украшу воздушным печеньем торт будет называться облако потому что будет мягкое нежное как облако тостовый хлеб взяла со скидкой потому что дата исходит он сладкий похож на наш кулич но наш кулич более более воздушный там больше яиц но это тоже сладкая булочка можно так сказать нарезанная траншами очень мягкая обжаривается тост и называется паппер дю у меня есть видео в десертах сверху будут устанавливается печенье итальянские сухие печенье называется с фолиатине доступно в продаже в интернете я взяла у нас магазине за полтора евро такое печенье она из слоеного теста она очень сухое и воздушная но очень вкусная моя оригинальная идея сделать гренки обычные которые обычно делаются здесь во франции который называется паппер дю в глазури карамельной смазать их заварным кремом и украсить печеньем все это быстро пропитается тортик быстро готовится он недорогой он доступный печенье можно найти в интернете купить можно заменить другим печеньем у кого что найдется в хозяйстве моя идея такая сегодня готовим быстренько гренки для торта даже на первый сварю заварной крем потому что пока он будет основа остывать за пять минут я сделаю гренки начну заварного крема заварной крем готовлю за пять минут с французского флана на пол литра молока разводится пакетик который есть внутри пакета который я купила и в стаканчике я развожу это на 150 грамм молока развожу две ложки крахмала и добавляю все очень быстро варится через пять минут заварной крем быстрый густой готов у меня осталось 400 грамм от прошлого пакета молока я вылила его наливаю в кастрюлю начинаю быстро кипятить и добавляю пакетик флана дальше еще в стаканчике 150 грамм молока наливая развожу две ложки крахмала кипятим молоко чтобы всыпать пакетик флана и дополнительном молоке развожу две ложки крахмала фисюль как только молоко закипело я всыпала пакетик флана и добавила две ложки муки и теперь я вливаю крахмал разведенный в молоке и быстренько-быстренько завариваю густой заварной крем он быстро схватывается практически моментально красивый крем сварила по мере остывания он станет более густой и пока он будет остывать остывать я быстренько-быстренько сделаю гренки для обжарки гренок я беру одно целое яйцо еще желток и белок я оставила для украшения нужно будет сливочное масло и в яичную смесь добавить молока немного сахара щепотку сахара топим сливочное масло добавляем немного сахара чтобы образовалась карамель макаем наш бриошь гренку яичную смесь и быстренько выпекаем до зарумянивания я пеку по 2 гренки больше не влазит гренки должны подрумяниться так жарю все гренки здесь 2 на сковородке и я взяла еще 2 потому что остается еще яичная смесь будет 8 гренки обжарены собираем наш чудо торт по бокам обсыплю скорее всего крошкой и сверху станет печенье крем уже немного остыл едва теплый торт до обсыпки и смазан весь заварным кремом теперь я обсыпаю боку боковушки и ставлю сверху сухое печенье итальянское у меня остались коржик коржики с медовика они легко крошатся это будет присыпка боковая почти готово каждое печенье смачиваю в воде как дамские пальчики намазываю чуть-чуть заварным кремом и устанавливаю сверху пока я буду готовить горячие закуски печенье намокнет осядет и стабилизируется с тортом вместе у меня осталось немного крема я возьму печенье ушки сделаю еще в креманке с печеньем ушки немного ушек немного медовика осталось от коржиков и пару ложек заварного крема делаю в креманке тоже будет вкусно крошкам медовика ложка крема ушки опять ложка крема ну и так далее сверху станет малина посыпаю все крошкой медовика и малина сверху десерт готов займемся горячими закусками